мне кажется мой интернет не тянет сегодня прямой эфир ну давайте попробуем еще раз я одним глазом поглядываю на ангину седьмой раз за два с половиной месяца это вы приходите вы точно ангина седьмой раз за два с половиной месяца это у вас не ангина я вам точно говорю это в астану приеду скоро уже на следующей неделе сначала поеду в Усть-Куман потом в Астану из Усть-Куманногорска уже поеду в Астану раньше было два тренинга в Астане это что если не ангина она прям гной на лице у вас сниженный иммунитет и вам надо с этим просто надо его поднять будет когда у вас одно и то же заболевание несколько раз то ну и тем более 7 раз ангина у вас очень сильно снижен иммунитет и это скорее всего неудовлетворенность своей жизнью поэтому очень важно разбираться с кем работает качество связи лучше сейчас у вас талант с рождения не было у меня никакого таланта не с рождения я вообще честно говоря очень долго думал что я ну какой-то бездель что ли потому что у меня все мои одноклассники или там однокурсники они достигли больших успехов ну мне казалось что они как-то впереди то есть по завершению школы и там надежда привет вот и поэтому я не думаю я очень долго думал что я не очень талантливый я сейчас сильно очень сомневаюсь талантливый просто я нашел вещи которые мне очень интересны и и они мне тоже давались легко я мне кажется я немножко очень долго обучаюсь я слишком долго думаю то есть люди которые действуют они получают а я очень долго думал и поэтому у меня очень посредственные результаты всегда были длительные ну то есть через какое-то время даже сейчас то что я делаю не быстро это было достигнуто за счет чудовищного за счет чудовищного труда если честно я пахал 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 как папа карла да то есть чтобы вы понимали что я натворил за последние четыре года я недавно посмотрел перелеты своих чука тревели сколько билетов я купил туда очень много часть это туда не вошла за четыре года я у меня было 400 больше года с четырех лет я больше года натыкался в самолете это получается труд и упор стану скорее всего на я не думаю что это прям талант я вижу очень много людей более талантливых чем я я предлагаю вы любите общаться с людьми значит любите людей себя и жизни тоже талант ну возможно но это не имеет руки ноги чем может быть это сейчас основной дышать или принципе не имеют руки ноги вообще это влияние из нескольких надо работать и блоки надо убирать вот людей я люблю действительно сообщение у меня были всегда проблемы и получит застенчив и не имел своего мнения всегда сомневался мне очень было важно как я выгляжу и после прохождения тренинг у своего учителя и у меня это постепенно это отпало то есть чем больше я развивался тем больше не как работать дыхание чтобы всегда быть спокойным быть спокойным всегда я не знаю как получится у вас или нет у меня так не получается потому что но в любом случае когда ты волнуйся на дышать глубокий вдох через нос через рот и каждую ситуацию надо просто дышать 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 и она будет отступать от вас волнение будет отходить у меня левая сторона болит я не знаю что там вся техника со мной ломается попросите ваших ангелов вас гармонизировать и у вас пройдет я музыку честно говоря я не особо я не меломан я музыку не люблю из-за того что я провожу тренинг и там у меня присутствует музыка я какие-то треки знаю я их взял у учителя на них там все про любовь такие и но я сам посидим музыку не слушаю вообще практически мне нравится трофимов цой высоцкий ну такие любые любые после кому человек меняется меняется или после переливания крови но есть до бывают колец пилотом мышечный спаза порядке это мышцы спаза надо убирать поле сердца которая твоя душевная ее надо уплать мои племянницы нурея следит у него в чем проблема в порядке вы родителям своей племяннице дайте пистона потому что они сильно это страх перед родителями там скорее всего папа тиранично очень сильно или бабушка постоянно продувая спину шею подают спину это это у вас защемление просто шейных позвонков надо вправить здесь видели фильм суболевая идущую черту не видел послушайте классическую музыку именно музыкально просто музыку я слушаю дудук магический дудук на армянский на тренинге и даже если вы возьмете прощение денег послушайте там это все под армянский дудук поэтому классическую музыку я иду да слушаю но это похоже на медитацию честно я классическую музыку сплю я не понимаю это в чем могут быть причинственные травмы это я не знаю это надо смотреть возможно у вас влияние на вас что-то я у меня ощущение влияние это это если чувствует это 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 пунктик у меня пост был снимаю порчу траху не хотел я в этот каких сет на сет на сет на сет на сет вас не слышно вас не слышно не знаю вы меня слышите а 7 почему отклонила и первый раз и я не хотел короче она меня кто-то поймал я уже искал что больше вы бледно человек с глаз все-таки вы меня толкаете в этот поле глаз позавидовать сказали это бывает глазливые люди это не так сильно страшно порча это порча этот человек умирает 2 3 месяцев если сильно сделать магия это тоже но но магия зачастую она идет знаете такими несчастными случаями больше а порче человек просто болеет страшно что-то начинать сейчас связано страшно что-то начинать это просто нет привычки начинать 5 8 10 сделайте действий и у вас появится от этого 5 поэтому просто 10 если действительно порча мы снимаем не верь дело ну не верьте не верьте в году надо вы не хотите что нет я нормально в принципе отвечаю спасибо мне супер я за вас очень рад спасибо почему проблемы по здоровью по-женски проблемы по здоровью по-женски это тогда когда ты перекрываешься женскую энергию ты говоришь я не такая не сексуальная не яркая и ты перекрываешь энергией для чего все друг друга мочат зависть в основном женская частые головные боли это истерики это те приходите на тренинг я вам расскажу это так передам по видео на всяком случае я так еще не делал мне так не разрешали смотрел на видео спасибо вот поэтому я сам знаете вот эти вот всякие магии я сам не особо верю я верю в блоки но я и в сущности сильно не верю но если бы я с ними не сталкивался каждый день я бы наверно тоже к этому относился у меня фиброэденома в груди и куча других болячек вы сразу со всем работаете на сеансе смотрите невозможно работать с чем-то одним можно вытащить основное все и потом уже разбираться дальше то есть я работаю вот так я сношу все как Евдокимов как березка помните который надловил на на корню и две деревни загнал в речку потом говорит ты что тут тоже загнал где мне в основном сортировать это мы сначала все снимаем все что задирается нахалку а потом начинаем дошликовывать то что осталось сразу что-то начинать с чем связано это еще раз повторяю я же отвечал просто начните действовать вы боитесь чего-то начинать только из-за того что вы никогда не вновь вы не принимались на среднем решении часто индивидуально я принимаю в Алматы и в Астане да в регионах я стараюсь не принимать потому что там я ограничен во времени то есть я прилетаю на три дня то есть мне надо прийти в себя умыться помыться и потом на тренинг если я начну работать индивидуально то мне потом на тренинг очень красиво отсутствие менструального цикла почему честно я сильно туда не углублялся и многие думают что ну могут рожать от этого но я знаю людей которые без менструации выражали но это опять же закрывается женской энергии надо с собой работать с женщиной больше то есть советую там или чего-то это женские практиками там удалить йогу очень сильно поднимать почему не отдают долги потому что они вам не отдают и для всех хорошим поэтому просто не давайте дайте только сумму которого почти часто бывает еще раз говорю зуд это отсутствие это плохие мысли о себе поэтому просто начните писать писем прощение с информации не мурашки это надо сдирать изм надо прощать всех потому что пылятство которое неизлечимое ну и даже свое поднимание вот жар в теле честно я не знаю как поменьше кричали и были спокойнее не объясните поразить и не знаю возможно ли одному справиться с локами зашли и так и почему мы сами короче смотрите если вы про экономию бюджета сейчас говорите да то есть чтобы не обращаться к кому-то и делать это все самому вы же зубы сами себя не лечите вы сами себя не скидете вы эти вещи сами не можете в принципе можно но сегодня вверх высоких скоростей нужно регулировать эта вещь не ремонтировать самому у меня техническое образование я сам инженер я вам честно скажу если буду ремонтировать машину я разберусь я буду ремонтировать ее в год а на 100 мне сделать ее заведение мне решили заплатить чем самому в эту можно вы будете долго можно попробуйте я любите тем более все скидываю в ютубе и для того чтобы самостоятельно проработаться на моем ютуб канале все есть просто надо делать вопрос то что никто не делает а я начинал писать письма прощения вы неправильно начали там сразу все писали не только маму а полностью все и все бедятся вокруг письма прощения аффирмации от злости перестала писать пиши дальше в астане 2-3 февраля я тренинг поднялся 2-3 февраля как поднять самооценку здравствуйте добрый вечер я так рада что попала к вам спасибо как вас зовут вы из какого города ассель астана хорошо счастлива счастлива да с чем работаем о вы знаете у меня такой вопрос наверное все девушки будут счастливы я у меня на личном не складывается вот мне хотелось бы узнать что со мной не так как бы мне уже пора я хочу уже ребеночка у меня все никак ну так серьезных отношений даже на данный момент нет нет тридцать один полных сколько раз ты отказала скажи отказала на тебя звали замуж ну я понимаю сейчас на данный момент что все это было детское у меня что то кривой то косой сейчас я это понимаю ну как бы по прошествии времени но тогда то я думала что все еще впереди как бы но я не но точно такого предложения не было выходить за меня замуж я просто все на корню как-то отсекала сама да смотри я работаю с блоками и потом у тебя появится желание да выйти замуж потому что ты не выходишь замуж потому что ты не хочешь мне кажется я хочу ну что значит если бы ты хотела замуж чтобы уже замужем была это не долго это очень быстро вопрос второй что с этим делать потом да 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 вот и страх вот это что потом с этим делать потому что ты не знаешь он это первопричина что ты не выходишь замуж понимаешь что всем страшно выходить а мой ли это человек а не мой и эти вопросы еще три года потом тебя преследовать да я слышала про этого говорить угу поэтому выйдешь замуж не выйдешь ты будешь все равно жалеть ну это как это что значит это ответ да что я сама не готова или как надо смотреть как давно у тебя нет отношений ой ну я так не могу сказать ну таких серьезно чтобы мы уже туда шли к замужеству у меня нет как у тебя сейчас есть отношения нет когда последние были ну вот такие года два наверно назад такие чтобы я прям думала что будет что-то серьезное а просто отношения когда были я не могу сказать ну месяц два там когда паники там в кино звалку ну так то я общаюсь с парнями но серьезных отношений я говорю где-то года два назад были смотрите в общем идите и вам и всем девчонкам которые хотите замуж берете 20 воздушных шаров идете на улицу и даете 20 парням которые вам понравятся на улице каждому по одному шарику надутые надутые шарики на стане единственное я вам скажу там можете на парковке в Ханшатыре построить где есть героиене но найди 20 парней которые тебе понравились и каждому по шарику подарить хорошо это для того чтобы ты из толку вычленяла людей которые тебе хотя бы нравятся еще раз что не услышал смотри для чего это нужно да для того чтобы ты из толпы твой ну привык чтобы короче у тебя был портрет и тогда твой мозг будет из толпы вылавливать тех людей которые тебе нравятся избирать ну не избирать смотри когда ты не можешь ты говоришь я не знаю там что-то нету я бы за кого хотела я бе-бе-бе-бе у тебя нет в голове портрета с этими шарами как дурочка походишь выбираешь пройдет не один час это не еще в одежде еще не видишь пальцы на ногах до понимаешь и потихоньку поймешь высокие худые казахи не казахи азиат и европейцы ты начнешь у тебя выйти портрет классно я выговорить я немножко перенаправить смотри этот прием еще я сейчас один расскажу я услышал миловской маргариты девчонки приходили говорили что надо такое задание в течение недели каждому мужчине от мало до веника которого ты встречаешь ты говоришь я люблю тебя это про себя внутри начальник я люблю тебя и каждому мужчине которого потом в течение следующей недели через неделю ты любишь меня да 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 я слышала и потом я люблю тебя ты любишь меня 3 и это ну один из таких инструментов которые ты будешь мягче мужчинам относиться и лояльнее и когда будешь письма прощения писать обрати внимание на папу потому что с папой не смогла скорее всего выстрелить отношения и поэтому тебе немножко от этого страшно возможно понятно ну короче со мной все нормально да вы так не видите это просто вам не дело а то я вот еще вы же говорили про эти сглазы порчат вам вдруг что-то со мной не так я прям боюсь ты хочешь проверить да там подышать чтобы он у тебя не в руках был ну чтоб я тебя видел так нормально нормально глазки закрой не шевелись ну как-нибудь поставь его закрывай глаза вдох через нос выдох через рот просто дыши я буду разговаривать я люблю тебя ты любишь меня третью неделю у вас что-то эффект завис в общем все равно еще раз пожалуйста постучись смотрите первое первую неделю я люблю тебя в общем смотрите шарики дарить один раз 20 воздуша шарики дарить один раз да ну еще и никому в горле что можно он в горле откашливайте просто что-то я не могу опять сайт то ли у меня что-то опять не подключается висит то ли моя связь не дает ваша не подключается что ж такое ой здрасьте лула здрасьте здрасьте простите пожалуйста я нечаянно нажала на блокировку вы меня слышите да да сейчас я знаете я вам писала вот только что в этом эфире у меня после травмы получается искривление на эту сторону у меня не получается по здоровью вопрос это чисто у тебя много щитовидку удалила да или что такое что за шрам на шее на шее что за шрам на шее щитовидку удалила нет не щитовидка это я у меня легкие отказали и мне ставили трубку офигеть ага я была в коме получается четыре дня да я нет я сейчас дома сейчас все нормально со мной это было два года назад и мне ставили сюда трубку потому что у меня легкие отказали после аварии ага и я дышала искусственным аппаратом получается и ну потом восстановила все это и зашили такой шрам остался тебе сколько лет тебя зовут еще раз меня Ирки Ирки Жан зовут мне двадцать четыре двадцать четыре да закрой глаза глаза закрой так телефоном не дресси подожди вдоль белый глубокий и выдох через рот и еще еще глубже дышать еще и все и и все и все и и все и и Плачь, хочу. Плачь? Выдыхай. У тебя с мамой отношения какие? Сейчас нормально, но раньше были ужасные. Ты злая, например, на женщин. Выдыхай. Накрывай глаза, выплакивай. Я буду говорить, а ты... Давай-давай. Давай-давай. Прям сильно, у тебя прям скул левый свой. Давай. Слегка прям начинай. Вот так, ага. Закрывай глазки. Давай. Вот так, молодец. Звук дай. Вот так. Ага. А-а-а. Дай звук, я тебе сказал. Я знаю, что ты не можешь. А-а-а. Вот так. Еще, еще выпускает. А-а-а. Еще дальше. А-а-а. Давай-давай-давай-давай-давай. Еще дыши. Глубже. У вас не слышно? Глаза закрой и выдыхай. Ага, подвисаешь. Выдыхай давай. Еще. Ага. Давай еще. Выплакивай. Передаются ее эмоции. Какая-то дрожь холодная. Это страх смерти. Этот холод, который идет, это страх смерти. Выдыхай давай. Плачь. Выпускай эту смерть. Это твою. Я тоже плачу. Почему? Вы плачете, потому что эта боль вам резонирует. Выплакивайте, говорю. Вот так, хорошо. Выплакивай. Прямо из легких. Выпусти эту боль. Давай. Вот так. На вдохе расправляй легкие. И вот эту боль выталкивай из легких. Вот так. Еще. Вот так. Молодец. Вот так, Макс. Давай, давай. Еще. Давай. Ага. Вот так. Вот так, хорошо. Еще давай. Вот так, мой хороший. Еще. Теперь из желудка. Самоедство подедало. Давай вдох. Давай. Вдох прям. Представь, в желудок вдыхаешь и выдыхаешь через рот. И я тебе прошу, дай звук, а? А, букву А одну выдай. Да, я тебе сказал букву А. А, вот так. Легче, да? Давай еще. Давай вдох. А. Вот так? Да. Молодец. Не сопротивляйся. Я вот был бы рядом и тебе как дал бы. У меня все спят. Я боюсь разбудить всех. Просто звук дай, я тебе сказал. Вот так. А. 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 Молодец. Еще. А. Давай, давай, давай. Вот так? Да, да, да. А. 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 Вот так, хорошо. А. 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 Молодец. Легче тебе? Да. Выплакивай, выплакивай, еще есть. А как вы узнали, что это обида на маму? У тебя скула сводит просто. Прям сильно, мол, я здесь. Болит аж. Да. Вот так, мол, я не врач. Вот так, мол, нет еще. Угу. 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 Я не врач. Угу. Угу. Дышать. Сейчас дышать, но у меня тоже дышать, но у меня тоже он еще токольчик. Да, дышите. Начнет выходить. Командир. Вместе с ним можете дышать и у вас тоже будет выходить. Вы ей поможете, и свои блоки проработаете, поэтому дышите. Вот так выдох. Вот так, молодец. Теперь из души боль выпускать. Прям душевная какая-то боль, не могу, прям душа болит. Рвётся там, смотри, всё. Выдыхай давай. Можно всем дышать, дышите все. Ноги сильно дрожат. Ноги? У тебя стопы или бёдра? Стопы? У меня бёдра есть, стопы, да. Ноги в целом. В детстве били тебя, да, родители? Нет. Убили. А откуда страх такой? А, это авария же твоя. Выдыхай. Всё понял. Теперь всё, тело дрожит. Давай-давай, пусть дрожит. Ещё раз говорю, холод – это страх смерти. И дело не то там не умирает, а то, когда ты испугался умереть. Дыши, дыши, дыши. Выпускай вот это. Сейчас этот холод, он заменится на тепло. Эта дрожь потом тебе будет, она станет приятной дрожью. Дышим. Угу. Угу. Ух. Ух. холодный Мурашки по спине, хорошо? Давай дышим. Я в шоке, как вы это делаете. Честно, не спрашивайте. Я сам очень... Когда вдыхай, вот здесь вот задерживается. Дальше вот так воздух не идет. Ты выдыхай. Вот каждый раз на полвдоха глубже. Я очень много думал, как это делается. Я пока поговорю, ты просто подошел. Ладно. Почему на расстоянии такое влияние? Как это идет? Из-за чего? Я не нашел ответов. Ну, в смысле, я знаю ответ. Но мой мозг не удовлетворяет. Поэтому я не смогу, наверное, объяснить, как это происходит. Вдыхай. И с печеньем потихоньку. Вот где желчный пузырь, прям выдох сделай. Атеросклероз на колене, когда беременны проходят у вас гормонально. Сейчас ощущения у тебя какие? У меня вот здесь задерживается. Делаю вот так вот вдох. Или задерживается. Как будто дальше не идет. Так. Пятки ледяные. Давай, выдыхай. Давай, выдыхай. Потихоньку. Вот там сейчас смотрю, с коленями я не знаю, что вам делать, честно. Потому что, если ты рожаешь, и у тебя не болит колено, может, рожать постоянно надо, не знаю. Потому что вот эта жидкость, она потом приведет к замене сустава. Тоже с девушкой душу тоже ком в горле. Потому что вы обе не проявляете свое творчество. И всегда вы мешаете кому-то. И всегда есть кто-то важнее, чем ты. Потому что ты сама не важна. Поэтому ты стесняешься и плакать, и разбудить. Потому что твоя боль никому не нужна. И ты не важная, понимаешь? Выплакивая, я тебе сказал. Сидишь, пыжишься. Душа рвется там пополам уже. Выдох. Через рот выдох. Не запихивай обратно. Так, спортик, хорошо, что у тебя там все не имеет. Просто дыши глубже, дальше вытаскивай все. Потом будешь кашлять. Если свернет, в общем, дальше дыши, потом отпустит. Круто. Луиза Хейдана молодец. Про психосоматику лучше, чем Луиза Хейдана еще никто не писал. Выплакивай, выплакивай. Голова начинает болеть. Я сам подсматриваю у нее, честно говоря. У меня там сзади книжки есть. Очень редко я их читаю. Но когда я сомневаюсь в чем-то, я к ней заглядываю. И сердце теперь выпускаю. Прямо два пальца вверх за сути, потом откажете компот этот голову. Удыхай. У доктора Хамера не знаю. Удыхай. У доктора Хамера не знаю. Это ваше сопротивление, конечно. Давай, давай, выпускай. Как дела? Как дела? Встретили ощущения какие? Комб выходит вот здесь. Выходит или стоит? Нет, выходит. Выходит? Мне уже легче дышать. Давай, давай. Упертая караул просто. У меня упрямая такая. Я дышу своими, не на затылке что-то. Спортик это хорошо. Там где на затылке, у кого там вот собирается, тоже дышите это нормально. Что делать с сопротивлением, с ними надо бороться и это надо просто сделать шаг навстречу своими изменениями и все. Уже свободно дышу. Угу. Угу. Отпал ответ. Угу. Угу. Какие проявления там проявляются, это все очень круто. На самом деле, не бойтесь. Просто дышите дальше, оно будет вас выворачивать, выворачивать и выходить. Ты только почувствуешь, что она вас отпустила, значит все. Видно, девушка не пускает в себя, она просто потихоньку у нее выходит. То, что сверху мы содрали, это ушло и сейчас уже ей кажется, что это в принципе, ну, можно не так, короче, ярко выпускать и она выпускает это потихоньку. А так, очень упрямая девочка. Только все по ее шнему должно быть. Это, ну, вообще какой-то капец. И ты только начала жить и у тебя к мужчинам, ну, тоже претензии до херещи просто. Ты строить будешь, загонять его под плинтус просто. Отца прощай. Отца научись уважать. И тогда и мужиков перестанешь загонять в под плинтус. Поняла меня? Это вы мне говорите, да? Я тебе говорю про отца, я тебе говорю. У меня отца не было с четырех лет, то есть я его вообще даже не помню. Вот поэтому прощай его. Ты потому что, смотри, если ты отца не простишь на всем мужчинам, которые будут в твоей жизни, ты будешь мстить. Но ты это уже и так поняла. Ты же уже не одному голову открутила. Ну что, по-честному-то если. Да? И чем сильнее и жестче ты его сделала, тем тебе и лучше. А? Что ты смотришь? Как это? Как в песне помнишь? Что ты, милая, смотришь искос, а не в голову наклоняешь? Ты будешь мстить, это неизбежно. Я сейчас не программирую. А? Я собиралась вообще замуж, получается. И после аварии у меня оставил, потому что у меня слишком сложные травмы были. И после этого у меня какое-то... Недоверие. Да. Ко всем. Короче, смотри. Отца прости. И прости потом своего мужика, который убежал. Хорошо. Поняла? А отца как? Я даже не могу представить. Я его по фотографиям только знаю, его не помню. Смотри. У всех отец был, а у тебя не было. Угу. Всех он защищал, а тебя не защищали. Понимаешь? Угу. И поэтому ты должна, ну, вот это его отсутствие, ты должна ему простить. Угу. И его отсутствие в твоей жизни, вот так, грубо говоря. Хорошо. Потому что та дорога, по которой ты сейчас пошла, это честно, это очень такая она... Ты будешь... Такая тетка с яйцами. В лучшем случае родишь для себя и будешь одна воспитывать ребенка. Если ты не начнешь над собой работать. Ты неправильную дорогу вышла. Ты направление не то выбрала. Угу. У тебя это еще поколение... А вот с таким желанием... С каким желанием? Я вообще не хочу замуж. Я вообще не думаю. Я вообще не хочу замуж. Пока не надо. Пока сначала их прости всех. Ага. И меня это просто не допускает, когда все вокруг хотят замуж, что-то думают, на какие-то тренинги. А меня это вообще не интересуют такие отношения. Смотри, тебе надо просто сначала простить отца и простить тех мужчин, которые у тебя были. Всех. Начиная с детского сада и заканчивая последними отношениями. И потом, после прощения, ты только сможешь начать... Ну, можно с тобой будет работать, чтобы там замуж вышел, не замуж, чтобы это желание хотя бы появилось. Понимаешь? Иначе ты можешь, конечно, усилением воли выйти замуж, а потом... Просто... Да. Отвертеть ему голову и развести, да? Да. Ну, на хрена портить человеку жизнь? Всем, да. Письмо прощения, да, писать? Письмо прощения, найдешь в виду, ты прямо прощаешься. Или есть еще какие-то другие способы? Других методов черта, это самый эффективный способ, это письмо прощения. Это единственное, что ты можешь делать для себя эффективное. Угу. Я вот начала вчера писать, и я два часа писала только маме, то есть... Да, я только хотела. Это четыре часа уходит. Садишься в семь часов вечера и заканчиваешь час-два ночи. Это первую неделю вверху. Я говорю, это в семь часов вечера начала, и к двенадцати закончила. Это вот так происходит. Вас не слышно? Вы меня слышите? Я тебя слышу. А, вот теперь слышно, теперь слышно. Можете еще раз? Я тебе еще раз говорю, это... Начинается так, ты начинаешь в семь часов писать и заканчиваешь в двенадцать часов ночи. И так сорок дней. Угу. Угу. Пять часов надо сидеть писать, да? Ну, это где-то первое время так. Первую неделю уходит очень долго этого времени. Потом меньше, 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 и потом к концу уже совсем мало. Угу. Это надо... А можно вот перерыв какой-то делать? Ну... Нет. Это должно быть непрерывно в сорок дней, да. Да. Нет, имеется в виду, пять часов надо сидеть, не вставая писать, да? Без перерыва. Ну, ты быстрее не напишешь, ты. Угу. У меня, знаете, сейчас после травмы, получается, суставы все болят, колени, козобедренные все суставы. Это можно как-то снять, не знаю, убрать, может, какие-то блоки? Я не знаю, что у тебя, понимаешь? Я же диагноза ничего не видел. Угу. Я не знаю, бывает, что травмы, они есть такие, как механические, да, которые очень сложно. Конечно, после стряски, после удара, да, вот этого там перелома всех, у тебя весь скелет полетел. Ну, он весь искривился. У тебя его органы неправильно стоят, у тебя там все криво сейчас. И это можно ставить, да, и можно поставить позвоночник, там ножки выровнять, да, и потихоньку ее органы подтянутся. Но после меня потом есть еще такая висцералка, по-моему, называется, они органы ставят на место. Я тебе спину выставлю, там эмоции с эмоциями поработаем, потом висцерал, на висцералку пойди, они тебе там органы подровняют, и все. Ну, это не все, это, во-первых, дорого, и во-вторых, это, ну, по времени чуть займет какое-то время. Ну, это исправляется. Ну, это исправляется. Позвоночник исправляется, да. Я тебе подскажу, да, да. Я вот, получается, хожу, и я чувствую, что я направо вот так вот, знаете, как будто тяжелый рюкзак. Это убирается быстро, не переживай. Это два-три сеанса убирается. Я уже записалась в кламбу и жду не дошли. Ну, то есть ты в Алма-Ате на тренинг придешь или куда? Нет, нет, я приду на личную вашу конкурсию. Индивидуально. На 26-е, да, индивидуально. 26-е февраля, по-моему. А, ты туда вот вперед записывалась, да? Да, да. Ага. А если 40 дней не хватит? Тогда, если ты на 40-й день у тебя больше, чем две страницы, пишешь заново. У тебя там останется человек 7-8, и пишешь заново письма прощения еще 40 дней. Ты сама поймешь, простила, не простила, до конца, не до конца. Понятно. А вот я еще хотела спросить, знаете, у меня, я была, получается, как, у меня, получается, костный жир попал в легкие после перелома. И легкие, получается, отказали. И я была в коме. И у меня вот постоянно какое-то такое чувство, как будто я, не я, вот знаете, я вас спрашивала. Ты будешь орать и визжать, знаешь как, я тебе такой катарсис устрою. Ты заново родишься. Ты умрешь и заново родишься, я тебя предупреждаю просто. Я тебя доведу до ужаса. Ну, я тебе просто объясняю, что будет, да? Я доведу тебя прям до ужаса, до страха смерти. Ты образно, ты эмоционально. Я говорю, я доведу тебя до страха смерти. Да? Ты образно, ты эмоционально должна будешь умереть. Вот этот эмоциональный страх выйдет от этой твоей аварии. И все. И ты станешь, ну, как бы, собой что-то. У меня все время просто чувство, как будто дереализации, какой-то деперсонализации. Но я знаю, что этого у меня нет. Просто вот чувство, как будто я не я. Как будто это не я. Как будто это не я. Как будто я из-за стекла наблюдаю за собой. Да, 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 да. Как дереализация и деперсонализация. Вот что-то такое. Когда даже в зеркало смотрю, как будто... Это в психологии такой термин, но я ходила к психологу, мне сказали, что у меня нет ничего такого. Смотри, когда человек, у него ощущение, что он наблюдает за собой из-за стекла, это нужно вытаскивать из тебя изнутри. Это у тебя очень прочно засел страх. Этот страх надо будет убрать. Чтобы его убрать, надо довести тебя до этого страха, до его апогея. Он выйдет и все. И на этом все завершится. Но это будет больно и страшно. Все, знаете, получается, после травмы я была с подружкой, и она умерла, и я осталась, получается, жива. И у меня такое чувство, как будто я тоже должна была умереть. Долгое время я об этом думала. Мне кажется, вот это тоже у меня где-то засело. Если бы ты должна была умереть, ты бы умерла. Ты бы умерла. И ты для чего-то осталась. Поняла? Поэтому то, что у тебя вот это ты должна была уйти или не должна, ты осталась. И поблагодари Бога за то, что ты осталась. Просто вот давка была на меня вот после этого. Со стороны кого? Или что это? Со стороны родственников, подруги. Что ты виновата? Ну, не то, чтобы я виновата, что как бы она была лучше, чем ты. Вот какие-то такие слова. Надо было тебе вперед сесть. Ну, такие. После травмы, получается, я только выхожу из больницы. И мне вот такие... И тебе эта херня за бушек вручилась? Да. И еще больше. Ну, она где-то сидит, я прям чувствую, что вот это осталось у меня. Вот эти слова, все сообщения. До сих пор помню. Короче, письма прощения туда внеси их всех. И все, что они тебе писали, их за это прости. Потому что это их боль, они будут ее выкидывать на тебя. Поэтому это просто, ну, просто прости и все. Потому что это, знаешь, это слепая боль, которая людская, да? Они не могут без этого. И они поэтому, ну, вот, с ожелением того, типа, почему ты живая, ее нету. Я потерялась. Сейчас эфир закончится. Народ, короче, сейчас я из эфира выйду и обратно потом зайду, ладно? Давайте. 7 секунд осталось. Ты, в общем, крутая, молодец ты. И, в общем,